мотор мы гражданские журналисты вон мое удостоверение может его посмотреть почитать с разных сторон как хотите qr-код отсканировать перейти по ссылке как зовут вас павел полностью гоги павел викторович фамилия гоги павел викторович гоги немецкая есть есть еще дата рождения 10 11 1998 откуда вы я с калининграда кенигсберг понятно вы понимаете что добровольное у нас общение вообще да понимаю если это у нас добровольное общение вы расслабьтесь берите все считайте нужным хорошо не надо напрягаться сильно просто расскажите свою историю на какой она была и какие вы сделали из этого вывода хорошо давайте начнем вы служили с какого года с 19 с ноября подписали контракт да я уже все знаю наперед служили служили в какой части 07 7 7 отдельный мутошелковый полк город калининград также калининград и вот наступает 24 февраля 2022 года дальше что происходит началась специальная военная операция по типовой специальная военная операция по-армянски что как говорили по телевизору по освобождению донбасса можно такое слово говорить не знаю можно все что угодно говорит любое слово у нас неформально абсолютно украинско-нацистских захватчиков украинские нацистские захватчики захватили часть украины они обстрелили донбасс и подобные чтобы так мирных людей так восемь же шлет вроде бы обстреливали но на чё решили в 2022 наверное захотелось россии больше территории правильно только слишком быстро да просто слишком просто да спасибо до свидания не ну смысл же в чем вы же статистику ты вероятнее всего не смотрели да с пожертвованием девятнадцатый двадцатый двадцать первый год жертв не было практически на том донбассе даже из их официальных источников конфликт шел к заморозке а потом только кому-то в россии а именно в кремле подумалось что как-то все слишком наверное утихает и на международном уровне договориться они решили бензинчика подлить подлили только почему-то подлили они не на донбасс его да вы знали что у российские войска были под киевом и здесь здесь и здесь все шло хорошо но вот в этот момент да в этот да была надежда что вы все знали а вы оказывается вот всей правды вы не знаете вы каким телефоном пользовались обычным сенсором у вас сегодня было доступа в youtube telegram не интересовался такой информации на самом деле ну как это будучи военным не интересоваться что делают ваши военные объясните мне как такое может быть ну так вот как причем что это массовое явление можно сделать скачупку что он рядовой вот когда это говорят офицеры то тут вопросов гораздо больше ну на рассуд глядача то есть на рассуждение зрителя ну откуда он поймет если не знают они украинского языка вы какого числа в украину поехали 21 мы заехали марта марта довольно давно вы полгода в украине пробыли ну да почти полгода на семнадцатом будет полгода а вы понимаете что вы пробыли вот это вот по сути полгода будучи в качестве оккупантов сейчас понимаю а сейчас понимаете а тогда не понимаю где-то нет они через месяц месяца два понял когда заехали а уже там поняли да уже начал понимать что это что-то к это все это не то на самом деле происходит ну давайте отойдем от хронология по почему вы поняли по каким таким обстоятельствам ну как бы неправильно это было я думаю что как бы днр лнр когда они уже сну были они могли бы как-нибудь сами разобраться в их там все виды что это между собой длина ровно если вы хорошо бы изучали этот вопрос вы поняли что там большинство абсолютному жителей вообще это все было не нужно потому что они могли бы сами разобраться не просить сторонней помощи смысле разобраться повоевать сами ну не повоевать там каким-нибудь сезон за столом примерно решить все это так там с четырнадцатого года российская техника и российские так называемые добровольцы все зафиксировано на видео куча всего куча данных как же они могли с кем-то сесть за стол переговоров если россия с четырнадцатого года там поставила свое марионеточное правительство ну вот как нибудь его не получался посмотрите как было бы ничего бы не было то есть никто войны не хотел никто воевать не хотел все это было бы скорее всего в замороженном состоянии неопределенное количество так оно и было бы если россия не мешала а там кто знает может быть кто-то с кем-то бы договорился может не договорился бы но смысл в том что россия вмешалась еще в четырнадцатом также как и в крым или вы думаете что в крыму все по закону прошло то что референдуму ну вроде бы говоришь там большинство жителей согласилась поэтому крым стал россии ну смотрите когда там заходят российские войска и все контролируют печатают определенное количество бюллетеней в которых сами же и расписываются делают для картинки показательно там действительно какую-то массу людей которые заходят якобы голосовать потом это все показывает то получается что будто бы будто бы действительно вы смотрите и думаете что а по факту вот вот вам аргумент который я уже привожу я уже просто другого не проще уже не придумаешь вот есть у вас телефон представьте вы вести 50 килограмм еле ходите а я там 150 очень быстро бегаю ну короче говоря сильно превосхожу вас физической силе у вас есть телефон я подхожу его забираю говорю телефон сам захотел все вот крым что так и было на россии захотела россии забрал потом доказывай кто там хотел кто там не хотел также такие вещи не делаются но он был донбасс вот и туда тоже зашла россия и в этом причина следствия не зашла бы вообще ничего не было ничего просто ничего не было что там в четырнадцатом году вдруг откуда ни возьмись у нас появилась оказывается с по российскому по российским сми куча нацистов каких-то как грибы выросли выросли взяли не было не было тут бац выросли а спецоперации с чего начиналось ну цели заявленные цели помочь народу не это общая риторика которая все сопровождалось там куча исторической всякой чепухи а конкретно заявленные цели где на динамизация украина разоружить украину да ну вы кстати неплохо разоружили мы смотрели да они тоже мне нам говорили да вы как-то это самое очень много нам вы решили вы решили америку хоть в чем-то победить то есть быстрее нам предоставить ленд-лиз чем они поэтому там действительно склады просто респект тут вообще техника да да техника чтобы рабочая была не ну еще же была деноцификация демилитаризация деноцификация еще была ну это я к этому вопросу про вот этих вот внезапно возникли на нацистов да и тут вот деноцификация да вы якобы вот шли бороться с нацистами правильно в самом начале да правильно куда они сейчас делись нацисты да я здесь ни одного нациста не увидел на самом деле вообще ни одного мы полгода беседуем с вашими пленными уже 500 поговорили и вот ни одного нациста я тоже здесь с 8 числа и вообще не вижу что было что-то подобное не знаю откуда здесь селись ну как сказала русское правительство на самом деле да мы тоже их не видели и говорит у нас кто хочет на каком хочет языке и никто никому не запрещает как оказывается ну да но там же у вас мифы ходили что людей нельзя русский язык только украинский бац и все разговаривают на каком хотят миф был конкретно что запрещают говорить ну дурнее ничего придумать невозможно я как вы себе это представляете как вот у человека всю жизнь разговариваю на русском запретить на русском или на любом другом на английском человек говорит и как ему могут запретить молчать постоянно английского здесь преимущество его никто нигде не защищает русский язык защищают а его все меньше и меньше потому что реально начинают люди отказывался уже от пользования этим языком воюет принципиально его защищают а его все меньше иночь английский никто никуда не не ходит защищать а его все больше везде вот где парадокс вы зашли вы говорите в начале марта 21 21 вам сказали куда выйдете нет вообще сейчас скажу 16 марта нас всех построили на плацу сказали вы едете на бту на учение батареон технические учения едете на неделю и потом едете у вас типа на охрану границы кандидатской области мы поехали на бту один день там побыли даже почти 2 18 у нас сказали срочно строить все полк мы построились до до конца экипировку там людям которые нуждались и все все пропустили домой и вечером 19 числа нам пишет что мы уезжаем 21 украине уже не готовить никакой не на границу ничего этим украина всех перед фактом поставили так и шоу его отреагировать ну конечно все шоке от этого ну как нам сказали вы едете на украину будете стоять на границе украины и защищать важность трагические объекты не знаю что сооружение здания типа не будете заезжать дальше чем граница вот будете вот граница российская граница украина границы будете перед ними стоять и все дальше ничего не говорили а по факту скинули и все я имею ввиду что между вами были какие-то может быть разговоры об этом что там будет как только вы себе как-то это представляли нет там сказали то что на границе идти все мы все думали на границу-то границу потому что как говорил наш флот балтийский то что кальгарскую область не вообще не должны были туда отправлять потому что область осталась без военных там одни срочники оставить то что у нас не было на границе ножи мы из польши граничим и с литвой граничим да у нас остались только солдаты срочной службы всех контрактников забрали почти и привезли вас получается кинули что дальше было сколько вас было сколько было техники например техники техники не знаю сколько было наш бтгр заходил там около точнее уста 500 чем-то человек нашему заходим и заходили все а живой силы людей людей было в общем всего и с офицерами с управлением это 550 у нас был полку на собрали со всех со всей кальгарской области и и что и где вы жили в лесу посадках копали окопы накрывали бревнами то есть то есть вы прям в окопах жили в окопах а чем питались развозить пхд было развозила еду в твн полевая кухня то есть вы получается с местными жителями никак не контактировали мы где я стоял в червоногусаровке мы стояли в лесу и сзади нас метров 500 деревни мы ходили иногда кого-то воду набирали потому что воду очень мало привозили там две бутылки на человека в день давали летом это вообще нереально когда жара такая пить всегда хочется или бутылки очень много ходили воду набирали чтобы там помыться иногда летом общались о чем-то с ними да нет с людьми долго не общались так привет здравствуйте здравствуйте и все ну они же вас приветствовали и обнимали целовали так у него просто здравствуйте вы вроде как в качестве освободителей вроде в качестве да вас приветствовали как освободители просто здравствуйте и все ну когда заехали в червоную гусаровку там людей почти не было все уехали уже там остались тем кому некуда было ехать и то большинство потом уехало в балаклее туда куда-то направлено многие почему-то уезжали именно на территорию украины не оккупированы они никак не в россию ну ладно дальше чтобы ну вот нас привезли сказали вот ваша посадка в кобай копайте тут окопы смотрите туда в поле и все мы до до 6 сентября смотрели наблюдали за пшеницей до 6 сентября вы наблюдали за пшеницей да просто вот ночное дежурство с 8 начиналось 8 до 6 утра и просто давали ночник и постепенно мы поле смотрели что да как не было ничего вы какие-то агрономы получается так вся наша вот задача была это наблюдать а стрельба обстрелы взаимные наши прилет наши прилеты были окопы боковы прятались сидели в окопах ждали 200 и 300 и были у меня на позиции не стоял были 200 два человека 200 один танкист и другой со взвода 1 прилетела танкисту им прилетела в танк прилетела кумулятивной струей убил его сразу же другим прилетела танк тоже прилетел в этот же день прям в окоп залетел у вас не было мысли что пора бы оттуда как-то у нас ориентироваться были такие люди которые шли в штаб и говорили что мы хотим не хотим отказываемся их избивали и сажали форму прям у вас там в штабе там люди не знаю кто избивал специально обученные какие-то были люди которые избивали наверное потому что я ходил как-то штаб надо было там позвали мне надо было батарейку назад поменять и там человек сидел с нашей посадки пропал кто-то резко не знаю там командир видимо знали оказался подвали что мы получаем нацистов не встретили освободители какие-то не очень освободители еще и сами своих бьют и кидают в подвал ложатся а на что похоже вообще общие действия российской армии и реальные цели на бред какой-то не на бред это да допустим а на попытку захватить просто тупо территорию украины было больше похоже чем освободить то освобождать вас там никто не просил если уже говорить про эти ЛНР и ДНР и так называемые это еще одна риторика тут можно дискутировать по одному направлению а Харьковская область это вообще не Харьковская область ладно если было ДНР и ЛНР просто и все наши же поперли и Харьковская и Херсонская вроде бы Николаевская вроде бы еще и вроде бы Одесса там была и Запорожская и по Одессе валили и по Черниговскому направлению и по Киевскому и до Киева дошли о чем вы не знаете почему-то не могу понять почему но даже несколько танчиков в Киев заехали как-то прорвались чудом это им очень повезло не ну очень повезло потому что у нас в начале обороняться фактически не было чем то есть вот эти все мифы о том что мы должны были на Россию напасть с чем напасть должны были на Россию не знаешь а был такой миф одно из оправданий вторжение России в Украину коих несколько есть одно из них это то что мы бы напали на Россию и на Беларусь если бы вы не напали на нас второе это птички зараженные биологическим оружием третье это базы НАТО которых так у нас никто не поставил четвертое это вступление в НАТО куда мы в обозримом будущем не вступили бы при этом Швеция и Финляндия вступают уже фактически там и это никого вообще не беспокоит Россия Путин реагирует на это так типа вступят и вступят в чем проблема подождите если бы Украина вступила что здесь такого будет страшная угроза была от Украины не вижу у нас ну в общем куча вот этих обоснований ну и нацисты плюс опять-таки не понимаю про Баскалининград и там Литва Польша там же тоже базы НАТО и вроде бы ничего такого здесь нету когда людям надо засрать мозги им его им их засирают обильно и максимально однотонной и монотонной информации главное ее вбрасывать постепенно и постоянно а у вас последних лет десять только пару Украину по телевизору и говорят будто у вас своих проблем не существует я телевизор не смотрю ну это у вас да такое смотрите не смотрите я вам довожу до вашего ведома что это правда все кто его смотрят все это знают ну вот проблемы есть в России свои или нет или все хорошо все идеально в России очень много проблем говорили бы про них да и вот вы находитесь в этой Харьковской области куда вас никто не ждал не звал где вас никто не ждал где вы в общем-то никому не нужны стоите в этом лесу любуетесь пшеницей прилетает кто-то гибнет зашё он погиб просто так вот так и бывает Beckwith это он думает что ни за что и вы можете думать что ни за что а давайте подумаем за что все-таки есть какая-то причина и следствие причина его прихода туда кто-то за стоит за этой идеей его прихода туда соответственно что то стоит за — Командованию стоит. — Так, правильно. Значит, за его гибелью стоит чья-то цель? — Получается, командование стоит за его гибель. — А какую же цель преследовала командовая? — Приказу свыше. — А свыше, вот там, вот какая там цель, на самом деле? — Забрать больше территории Украины. — Наконец-то мы замкнули вот этот круг, по которому можем ходить. А как вы отнесетесь к тому, что Путина будет судить международный военный трибунал? — Ну, это нормально. Пусть судят. Очень много фигней сделано для России. — Вы считаете его преступником военным? — Большинство — да. — Ну, тут, собственно говоря, какая-то история за полгода уже очень, короче говоря, сокращенная получилась. Стояли-стояли, смотрели на пшеничку и… — Мы вот эти полгода ничего не делали, только вот наблюдали за полем и прятались от выхода. — Я вижу просто такое колосящееся поле пшеницы. — Вот начальник… — Освободители наблюдают. — В конце августа, наверное, сожли половину поля. — Зачем? — Ну, пролетела в поле и загорелась. Мы там после посадки потушили более-менее дальше. — Так. И в один момент наступает вот этот вот… — Шестое число. — Шестое сентября. — Да. — Так. — Ну, с утра командование, там, с самой правой стороны, где наши стояли, наш полк, ну, корпус замыкался, где люди стояли. Туда пошел прожив в наших войсках. И нам дали команду с утра собрать все необходимые вещи. Ну, дали команду. Мы собрали. И где-то ближе к 12-ти сказали, собираем вещи и уходим в Балаклею. Типа мост взрывают. Ну, не мост, а понтоны. И все в Балаклею. Ну, и все, и все начали уходить туда. То есть оставили позиции. И постепенно так вот… — Перешли. — Да, все дальше, дальше, дальше уходят. И дали Балаклею. Я помню, что… — А, то есть был какой-то момент, что вы перешли все-таки в Балаклею, а потом пошли еще дальше? — Нет, ну да. Мы стояли за Балаклею где-то с 6-го на 7-го. С 7-го с утра еще назад вступили. И вот так постепенно. И вот потом я с 7-го вечером я оказался в Борщевке. У нас там пару человек было, мы потерялись. Не знали, где кто-то находится. Связи с командованием не было, никто ничего не знал. Потом меня резко живот схватило. Думали, что аппендицит. Повезли меня через сду. Сказали, что, возможно, где-то в Вишневке стоят наши. А Вишневка стоит через бригадировку. И через бригадировку меня повезли. И там был засаду. И я оказался в плену. Дима, все кончилось болью в животе? Да. Нет. Сдуйте болью в голове. Мне врачи сказали ваше, что острое кишечное кишечное расстройство было у меня. Прям сильное очень. Ажово такое съели? Не знаю. Тушенку. Мы за последние... А, а сухпайка? Да, последние два дня. ВСЗ? Нет, нет. Своих не бросаем? Нет, это вообще что? Нет, я не точно стеснялся. Почему? Как это? Расскажите, из чего у нас состоит и что там? Это же кости куриные в основном. Там кости куриные и чуть-чуть мяса. Своих не бросаем? Да. Тушенка куриные кости? Да. А у вас что, какая-то другая была? Говяжья тушенка была у нас. А, говяжья. Ну там, кто успел, чтобы хватать с собой. А на говяжью тушенку вот эти вот ЗВ не нарисовали? Нет, нет. Обычно там. Это ее из послов. Наверное. Как только где-то появляются вот эти вот слоганы. ЗВ? Да любые. ЗВ, своих не бросаем. Все. Пиши, пропало. Сейчас продукт портится. Да. Ну, два дня до этого не ели. Труссельманы у вас там сейчас любят носить с этими булочками. Ну, трусселя. Я не слышал. Не продают сейчас реально. Сейчас мне кажется все продавать будет с этим. Да. ЗВ, О, я там. Да. Сейчас в России гейменьше она везде. Да. Продавали, продавали трусы. Пока вы с Харьковской области не убежали. Сейчас тоже продают трусы, но, наверное, продажи упали. Наверное. Да. Аж волнуюсь за них. Да, ничего страшного. Что-нибудь другое найдут. Точно. Туалетную бумагу с Путиным, например, она хорошо пойдет. Есть уже такую производят. Да. Я видел где-то рекламу. Да. Мы можем свою линейку запустить. Популярно будет, наверное. Да. То есть вы не можете рассказать ничего там происходило, потому что у вас живот схватил, вас повезли. Да. И где-то... Можете хотя бы эту ситуацию как-то более не менее художественно обрисовать? Мы сидели вот в Ворчевке. Там у нас Низина была. Там она столько сидела. Человек пятнадцать, наверное. Угу. Я сидел, и у меня начал живот болеть. Ну, скрутило. Пацаны сказали, что возможно аппендицит, потому что сильно все болело. Меня загрузили в БМП-2. Угу. И мы поехали до Вишневки через бригадировку. А по нашим данным, как там, не знаю, командир решили, то что Вишневка, типа там наш пункт. Ну и пункт, штаб, который формируется заново. Вообще удивлен, что в такой ситуации, в таком кипише вас вообще еще куда-то повезли. Ну да. Там же реально кипиш был серьезный. Ну, где мы потерялись, там мы вообще ничего не знали, где кто находится, что наше, что не наше. Вообще ничего не знали. Не осведомлены были. Ага. Ну, ну да. И повезли. И где-то подход к бригадировке, я лежу и слышу просто два удара по корпусу. Бах, бах. У меня все закинуло голову, ударился. Все, все это чувствую. Смотрю, машина встала. Голову. Смотрю, машина горит. Я еле поднялся, начала БК взорваться. Еле вылез, упал, пока дополз. И уже тут ваши подъехали. На пикапе они подъехали. Угу. Все раз взяли, спросили, что как, где болит. Я объяснил, там у нас еще раненый был один. С ногой просто. С ногой просто. Сто процентов нацисты подъехали, короче. С ногой просто. Подъехали, говорит, как, что, где болит, да? Да. Да, надо было, конечно, несчастных людей от таких освобождать. Да, оказали первую медицинскую помощь, нам сразу отвезли в больницу. Ну, не больницу, там пункт, фельдшерская или что-то подобное. Оказали первую медицинскую помощь, забинтовали раненого. Угу. Это я очень благодаря. В подвал не посадили или трошоком не побили. В плену, как вы едите? Нормально, два раза в день. Беспокоюсь. Два раза в день кормят. Кормят, да. Медицинскую помощь оказывают. Каждое утро приходят. Еда теплая. Да. Все отлично. Плюс-минус на уровне того, что вы ели, пока вы воевали. Ну, чуть-чуть получше. Даже там ели. А со связью вы говорили уже? Не, дали позвонить вам. Да. Ну, когда я был седьмого. А не так же надо было спросить. Восьмого. Я забыл о чем там. Тогда вы до этого... А, да, точно. Да, да. Ставим интересно. Ну, потому что у тебя есть привычка до интервью обсуждать некоторые вещи, и ты за три минуты успеваешь, как бы, а потом мы забываем. П-п-профессионал. 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 Вы говорите, вы за вот этот весь период ни разу домой не позвонили? У нас была возможность позвонить в штабе. Но когда я приходил, там было очень-очень много народу. И когда там оставалось пять-десять человек, говорили, ну все. Батарея осадилась. На сегодня звонки окончены. И все. И я уходил. Потом на следующий день я приходил, там опять народу. И вот так постоянно. И один прекрасный момент сказали, что все. Тебя звонить больше нельзя. И тут вы попадаете в плен и вам дают. Да, жене набрали, но жена не взяла трубку, когда я рядом был. И потом мне утром сказали, что они дозвонились для жены, сказали, что я в плену, что все со мной хорошо. Жена поблагодарила, сказала, что спасибо. Что сказали, что я теперь знаю все. Знаете, что мы так даем? Связываться сразу. Нет. Мы хотим своих людей из вашего плена забрать, потому что они там тоже есть. Ну это я знаю, что это вроде бы есть. Да, есть. Да нет, есть конечно. Есть. Только мы за них волнуемся и мы их признаем. Ну с самого начала. У вас же с самого начала ни пленных, ни потерь не было, ничего. Да, вроде бы сейчас говорят, что это потерь нет. Да, нет. Нету потерь. Мы 400 интервью записали с пленник. Потерь нет, а то, что у вас происходило, это… С пленник обычно коэффициент на 10. Да. То, что вот произошло, это у вас называется плановая перегруппировка. Да я помню. Похоже было на плановую перегруппировку? Нет, конечно. Все бежали, кто как мог, кто как спасался. Технику бросали. Наверное, большинство техники бросили то, что весь тепляк на КАМАЗа переливали, потому что на КАМАЗе… Тепляк – это что? Ну, топливо. Соляру сливали с техники, потому что… Сколько, например, ест танк потребление и сколько КАМАЗ? Потому что у танка, если остается 180 литров, он не едет больше. Сколько? Ну, вот так вот. У него топливный насос находится сверху, а не снизу. И если в баке там два бака, это танкисты не объясняли. Если у них меньше 180 литров, то он все, не заводится больше. На АйТЕ только жизнь открывается. 180 литров – это пробег полжизни. А вы прикиньте, на КАМАЗе 180 литров залить. На него там можно дальше уехать еще на танке. Да, можно вообще нормально заехать. Вот скоро станем эксперт. А если в легковушку залить 180 литров, которые ты туда не зальешь? Конечно. Ну, по 40, да. Можно вообще… В Португалию лёгить. Да я как раз хотел сказать, так себе прикидываю, там, около четырех тысяч километров, наверное. Вот. Да. Вот так вот. И так же с авушками, наверное. То, что… В легче мне кажется, было на КАМАЗе все выбирали. Я знаю, что вещи бросали, все личные, там, никто не тут… Оружие, броня и все. Никому не разрешали больше ничего брать. Чтобы больше народа впихнуть, наверное. Угу. А как раз вы помылись за полгода? Ну, я мылся вот то, что вы ходили в деревню, в воду набирали. Ну, каждый четверг мылись, но мы сами… Оооо, церковь! Мы сами воду набирали. Чистый четверг у них был каждый раз. Каждую неделю. Раз в неделю. Сами воду набирали, садник на солнце ставили. Тут в плен попали, позвонить сразу дали. Да. Накормили. Ну, вообще-то молодцы. Просто, знаете, в чем… Да, вообще, да. Просто мы в нашем желании забрать наших людей домой, мы… общаемся часто с вашими. Вот вы сейчас тоже будете разговаривать. У меня уже, честно говоря, нет сил. Может Дима сядет, говорит. Пятое сегодня уже на интервью. Они постоянно говорят, что нам, наши говорят, что украинцы срывают обмен. Да, я думаю, говорят. Смысл. Понимаете, в чем дело? Мы, во-первых, с первого дня это все показываем, в отличие от вас. Ну, опять вернем. Всегда у вас до сих пор потерь нет. А если есть, то они там вообще там… Потери разве бабы еще нарожают. Вот. Это во-первых. А во-вторых, мы своих людей в чужую страну на фарш не бросали. Ну да, только наши бросили нас. Поэтому, исходя из этих вот простых таких объективных данных, сделайте выводы, кто чего срывает. И своих людей мы в ямах электрошоками не бьем, блин. Я электрошоки это в прошлый говорил, да, про электрошоки, а вы про электрошоки не говорили? Просто в подвал сажали. Просто в подвал, да. Не били в подвале? Ну, бизнес. Сначала били, потом в подвал. Ааа. Никак не наоборот. Потому что батарейки в электрошокерах съевшие были, поэтому… Да. Не, ну что я вам скажу, крутая вы, короче, армия, и вообще вы… И как люди вы крутые. Я что-то вспомнил… Потому что никто ничего не понимает, не соображает до тех пор, пока в плен не попадет. Вспомнилась история, как там тоже своих не бросили, и четыре человека ходило по полю, собирало азимы и жевали, пусть голода умирали. Да, бывали. О, кстати, а где Парамошкин? А где он? Парамошкин же, мы же забыли про него совсем, он же наш герой, блин, ёпта. У нас на интервью плакал все время, потом приехал в Россию, его посадили перед камерой вместе с мамой и заставили его сказать, что… Это же ужас, что там эти нацисты творят. Самый говорит, да я и поеду, там, мои братья мои… Еще раз захотел. Парамошкин, ёпта. Ну это же было уже реально месяца три назад, мы забыли просто. Давай уже подтягусь где-то там, поговорим. Кстати, обращение ко всем… Второй раз. …ко всем пленным РФ, которых поменяли и у которых, которые были у нас на интервью. Найдется хоть один смелый, который нам в лицо говорил, я только поменяюсь, я сразу выйду на связь и мы с вами запишем онлайн какой-нибудь блок. Вот это не найдется. А вы как поменяют вас? Не, я все, я же контракт кончился. Не, вы на связь с нами выйдете? Ну если есть, будет возможность, то почему бы нет. По скайпу поговорим, как вы там приехали, как у вас там, что новенького? Трусы, может какие-то новые воздействия? Ну, скажите, я на камеру выйду. Ну, постараюсь, почему бы нет, пообщаться можно было бы. Выйдите. Ну да. Надо контакт только будет. Ну ваша жена… А если вам… Да. А вы знаете, что после того, как вас поменяют, вас даже домой сразу не отпустят? Я знаю, что там будут допрашивать свои там люди. Ну там могут с тулом по голове угодить. А что вы знаете про это, расскажите. Ну я не знаю, но знаю, что… ну это… как сказать… понятно, что будут еще ФСБ допрашивать свое. Ну в стране, в которой палочная система, иначе быть не может, правильно? Ну получается, да. Да. И вам же там скажут, ты смотри, с какими-то там этими словами, не дай бог… Не общались. Ну я уже не военный человек, у меня контракт кончился. Так что… Какая разница? Вас все равно можно привлечь за дискредитацию вооруженных сил РФ или за дискредитацию СВО. Так сократили что-то СВО. Статьи сейчас вроде придумали там… Уже по уставу положено мыть вас два раза в неделю, а получилось, что вы мыли себя сами той водой, которую добыли один раз. Да. Все, дискредитировали. Получается. Уболь. Все, посадят. Ну будто я смотрю весело, так на это смотрите. Ну а как смотреть… Не грусти… Не грусти… Не грусти… А вы хоть раз стреляли вообще за все это время? По баночкам? По баночкам стреляли? Да, оружие пристреливали. Что значит пристреливали? Ну это же хорошо, что они такие. Ну давайте представим, что многие говорят правду. Это же хорошо, что они такие. А, нет, подождите. Я по коптеру один раз стрелял уже. А, по коптеру? Магазин выпустил. Попал? Нет. Вводи еще. Снайпер еще тут. Да? Ну, по патчу. Да, нет. Слишком высоко. Не кажется. Хорош вот и палка стрелять. Ну да. Ну если бы попал, то тебе сразу орден Сталина. Да. Путина. Ты. И Шойгу. Вместе с ним. Оленевод не дает. Оленя. Печайно. Оленя. Оленя. Я думал живого. Живого. Живого оленя. Это разве же жубу скакать. А вам не разрешали. Вы могли бы, вы могли бы иритироваться на оленя. Понимаете? Там же песни есть. На оленях утром ранее. Шойгу как раз песню. Не, ну вы вообще понимаете, что Путин – военный преступник? Да, понимаю. То есть, если его осудят, это будет… Наверное, плюс будет в стране. Может кого-нибудь получше найти. Надеюсь. Шансов мало. Кто должен ответить за все вот это вот происходящее? Только Путин. И Шойгу, естественно. А кто может сказать, что он виноват или он виноват? У нас так никто не скажет. Не, мы говорим же про международное какое-то сообщество. Вы же не страна одна на весь мире. Ну, думаю, все это могут сказать. Даже та же сам Украина. Да нет. Международный военный трибунал. Ты думаешь, что он обязательно должен носить в голове эти формулировки? Нет. Ну, по сути, Путин, Шойгу, Совет Безопасности, наверное, который… В Песковне, у Пескова сын воюет сейчас. В СВО. В Англии? В Англии, в британском котле. Специальная пивная операция? Да. У Медведева тоже сын сейчас обороняет тылы России в Штатах как раз. Да. Вы считаете, России будет легче, если ее осудят? Ну, поначалу нет, наверное. Все привыкли к Путину уже. Потом со временем, может быть, если будет человек лучше. Может это изменит еще не лучше. Дело же не в том, кто к кому привык. Дело в том, что у вас столько ресурсов. Что ими только грамотно торгуй. И по сути, стране вашей больше ничего не надо. Но у вас же вместо этого этот бюджет идет часть на олигархов. Часть вообще неизвестно куда. А часть якобы на вот это вот вооружение. Ну, про вооружение нам вот прошлый хорошо сказал. Может, вы тоже расскажете нам про это. Про Грады 1989 года. И про это тоже можно. Про танки, да, 90-х. А провергните или подтвердите? Да. Опровергайте фактами. Да. Ну, вот у нас на позиции танк был после ремонта, как говорили. Он был 8... 92-го вроде бы года он был. Это ж на улице. Да. Вообще. Еще не прикатался. 31-го. То, что пушка уже на откат у него идет. Там осталось ему пару десятков выстрелов и все. А что потом? Потом все. Надо башню менять. То есть план этого делать. Я не знал. А куда ты мог сделать? У нас была рапира 79-го года. Ого. Ну, это типа гаубицы старые. Еще мушкетеры с ними бегали? Ну, нет. Еще в Афганистане использовалось. Гаубицы. Приказно. 7-го года тоже на откате уже там пару десятков выстрелов осталось. А БК как? Ну, поначалу БК возили нормально. Стабильно. А потом стали старые возить. Там вот ящики с тридцаткой постоянно привозили. Они железные же и ржавые. Все ржавые оружие. Этот сами БК ржавое. Все внутри. Не знаю вообще откуда они взяли их. Как будто из ручья достали и говорит, держите. Слушай, с Балтийского моря сняли? Возможно. Ну, далеко. Не, у вас. Ага. Наверное, не сильно все хорошо с мобилизацией. Ну, вот можно. Видимо, никто не хочет идти. Чего ты удивляешься? Стратегические ракеты. Они в самом начале зашли, а не по полгода здесь работали. Вообще, как говорили, мы не должны были идти сюда. Нас куда-то принудительно отправили. Вас тоже обманули? Получается. Ну, у нас в Калининградской области осталось вообще без защиты. Никого нет. Опа, а теперь расскажите. Сколько у вас было в части и сколько ушло? Ну, вот набрали БТГР со всех частей. Со всего 11-го армейского корпуса. Это 7-й полк, 9-й полк, 79-я бригада, 244-я бригада. Этого, кто у нас в БТГ состоит. Набрали где-то человек 500-550. А всего сколько? Ну, наверное, почти всех забрали. Оставались только отказники и срочники. А сколько осталось? Ну, отказников уволили всех сразу же. И срочников, потому что, ну, не знаю, сколько человек осталось срочников. И вот всех основ контрактников, офицеров, которые должны были остаться, их всех отправили. То есть часть Калининградской области остались такие вот. Ракетные войска остались, которые защищают. Ну, ГУМО или как они называются, правильно? Штабы. Да, штабы остались такие. И все. Всех остальных. Всех, кто мог держать автомат, все? Да, всех отправили. И потом еще постепенно, кто срочник контракт подписывали, их тоже отправляли. Закидывали там. Товарищи из Германии, у вас есть эксклюзивная возможность взять своих двух спецназовцев. Один будет охранять второго, а второй пойдет просто в рукопашную завалит всю область. Не пропускайте свою возможность. Мы только что узнали впервые военную тайну и как информбюро доводим до вас. Два спецназовца и Калининграда точка нет. Они же не понимают ничего. Что-то им там рассказывают. Да, они есть. Нормально все там в подсвете. Чувак, я предлагаю этот день и это интервью назвать «Рассказанного первая военная тайна». Да. Ну почему первая военная тайна? А остров Итуруп? Итуруп, товарищи японцы, мы не понимаем вас вообще. Да, почему японцы не заходят, не забирают Итуруп. И Туруп, дело в том, что тоже оголили ту сторону. Знаете, где Итуруп? 8000 километров. Оттуда тоже всех забрали и сюда пригнали. Там вообще надо один самурай, который ходит всех. Во! Интересно, есть спецназ самурайский? Или как его сказать? Так, звоним вашей супруге. Она может руку не взять, она на работе сейчас. Она там говорила, что она не может, но потом я объяснил, что вину таксофона не сильно. Мне дело в том, что перевело эту фразу на немецкий язык, но я боюсь, что я не прочитаю. Здравствуйте. Добрый. Вы на меня так смотрите, будто кричите. Нет, я просто переживаю. Чего? Вы по-немецки читаете? Нет. Не? Надо просто... Чтобы замужина не надо было беспокоиться, не надо было управлять. Сможем? Тойщий генезин, айрфстет, киньгсберг, эйгюрден. Вы с ним еще решают пообщаться? Эндр. Да. Разговор будет записать, не опубликован. Не очень сильно. Да? Я думал, может, корни сыграют. Оу. Привет, тебя большое. Привет. Как дела? Нормально. Ты чувствуешь? Ты чувствуешь? Да, нормально все. Ты дома? Да. Проходность. Пришла домой. Нет, пришла домой. Ты не ранен? Не, не нормально, всё. Чего не пони, не, все нормально. На него все хорошо? Да, все хорошо. Да, все хорошо. Все у меня отлично. Жив, здоров. Не ранен, да? Не говорили, что у тебя без след пол. А, это подозрение было нормально все. Да не плачь, нормально все. расскажите уже правду что вам отрезали плену не могут ничего не отрезали волос так лишь левая рука отросла волос волос только решили но все нормально это ходил что-то или звонила в этот полк что сказали что они выясняли еще раз позвони бы и хорошо 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 все все отлично давай не волни плачь все хорошо меня серьезно 12 деньги пришли стать и мне в прошлом месте приходили за деньги приходили прошло должно было 240 240 тысяч за участие сколько прошлом месте пришло не читала хорошо хорошо гранту хорошо ли все хорошо лишь цел здорово только только волос лишился и прически а так нормально все хорошо скоро он будет надеюсь на это как-то все прошло прошло давай не волнуйся все хорошо вы хорошо ли вы давай целуйте да можно вопрос да добрый день добрый день ну все увидели мужа уже легче вам не до как вы относитесь к свор а вы загуглите посмотрите сколько детей сегодня погибло в украине или там за последний месяц или или не интересно а женщин так как вы относитесь к свой ваши же ваши же военные пришли в украину для того чтобы убивать наших детей женщины мужчины бабушек дедушек всех ну в частности даже ваш можно а что вы думаете про нацистов в украине например ну подумайте что с ним было бы если бы он попал к тем нацистам о которых у вас по телевизору рассказывают которых вообще в природе не существует если честно все скажите пока пока ваша жена не очень любите сильного не волнуйся хорошо я тоже тебе давали вы целую все не поздно все хорошо целую всем привет передавать мне хорошо давай целую посмотрит видео у нас на канале если вы видео у нас на канале смотрели вот наверно не пошли бы сюда потому что здесь такие как вы уже полгода рассказывают все эти истории знаете а нам зритель сейчас скажет после этого интервью шо вы с ними вот это вот хихикаете во первых да очень сегодня уже подустали это раз а два а что а что нам с ними делать ну если говорить о допросе но этим занимаются следственные органы это что ты с них возьмешь кроме анализов по большому счету мы и так все знаем нам бы своих людей домой забрать вот и все поэтому мы с первого дня этим занимаемся понятно ну еще мало мало ли посмотрит кто-то там из ваших близких знакомых друзей и товарищей нафиг надо нет может тоже собирается такой как вы сюда еще кто-то поедет и надеюсь что никто больше не поедет ну передайте что-нибудь таким людям обратитесь к ним собирающимся люди кто собирается то не стоит ехать тут люди нормальные не вижу свойства стены вообще что воевает это все бред полный то что здесь прошла в россии калиграде там же по телеку говорили все это полный вред не стоит ехали стоит она там вообще лучше живите мирно чтобы украинский народ жил мирно не было все этой бреда всего этого втирают все это полная фигня о германии анонсировала передачу украине 50 бронемашин класса м-раб что это такое динго и 2 марс 2 млрс плюс 200 ракет г млрс динго это вроде сборник бронетранспортерка млрс это типа хаймерс ракетный сам сам хаймерс а к слову млрс считают аналогом американских систем хаймерс welcome to hell Russian occupants все у меня вопрос нет есть поехали у меня а я